В рамках празднования Дня Героя Отечества в наших информационных выпусках мы рассказываем о славных сынах России, которые ценой собственной жизни защищали Родину и приближали День Великой Победы. Герой Советского Союза, легендарный командир 121-го партизанского отряда Османка Мусавич Касаев навсегда вписал свое имя в богатую историю нашей страны. Его героические подвиги помнят по сей день не только в России, но и за ее пределами. О героическом пути советского партизана подробнее расскажет Альхан Лепшоков. Уроженец Аула Хурзук, герой Советского Союза Осман Мусавич Касаев, вел партизанскую войну против фашистских захватчиков Белоруссии. В сложные годы Великой Отечественной войны Осман Мусавич показал себя грамотным командиром. В 1940-м он руководил артиллерией 383-го стрелкового полка, 121-й стрелковой дивизии Западного фронта и в первые же дни дивизия была окружена гитлеровскими войсками. Немногим удалось вырваться из окружения и в их числе Осман Касаев. По словам наших историков, Осман Мусавич вел активные партизанские действия против оккупантов, находясь в окружении, заставляя врага нести огромные потери. Как мы все знаем, первые годы, первые месяцы войны, они были очень сложными для Советского Союза, для Красной Армии. Приходилось отступать, нести большие потери. Миллионы советских солдат оказались в окружении. И вот один из тех, кто оказался в окружении, был и Осман Касаев. Но, тем не менее, он смог пробиться из окружения, выйти из окружения и в белорусских лесах он смог создать небольшую свою группу, с которой начал бороться против оккупантов. Около года он был в отряде партизанского вожака Абрамова, ну а потом уже он был комиссаром в этом отряде. В июле сече 1942 года Осман Касаев был избран командиром партизанского отряда, которому был присвоен номер 121-й. Его отряд провел множество важных операций. Был разгромлен гитлеровский кавалерийский эскадрон, уничтожены вражеские гарнизоны в ряде населенных пунктов Могилевского и Беличинского районов Белоруссии. И по сей день в Могилевской области сохранена память о героических подвигах партизанского отряда Османа Касаева. И в частности, в областном краеведческом музее сохранились экспонаты. Посвященный партизанскому движению. Хансуд сеч 1943 года в отряде Османа Мусаевича уже было свыше 1200 человек. Как мы все знаем, Белоруссия, Украина, как западные территории Советского Союза, они были оккупированы около трех лет. Поэтому в течение практически всего этого периода Осман во главе своего отряда, он мужественно боролся с оккупантами. Десятки бронетехники, единицы бронетехники, сотни тысяч фашистов были уничтожены его отрядом. Всего к февралю 1944 года 121 полк Касаева провел 70 боев, уничтожил свыше тысячи гитлеровцев, подорвал 33 эшелона с техникой, боеприпасами и живой силой противника. 17 февраля 1944 года при переходе между населенными пунктами в Березинском районе на колонну партизан налетели фашистские самолеты. Осман Касаев схватил свой ручной пулемет и с колена дал ряд очередей по самолету. И в эту минуту фашисты сбросили ряд мелких бомб. Храбрый Осман Касаев получил тяжелое ранение. 18 февраля 1944 года скончался. Он был отмечен орденами Ленина Красного Знамени Отечественной войны. В 1965 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Имя Османа Касаева носят улицы в Карачаево-Черкесии. В Белоруссии есть деревня Османа Касаева. Проходят годы, но имя славного героя остается навсегда в памяти и в истории нашей страны. Али Халип Шоков, Али Бастана, Вести Карачаева-Черкесия.